МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Медицина в захлеб. 96% коек в ковидных госпиталях в Барнауле заняты. В Кривой столице начал работать специальный пункт вакцинации от ковида для беременных и кормящих женщин. Более 5000 экспонатов, 60 лет истории. Один из старейших музеев Барнаула празднует свой юбилей. Начнем выпуск с не очень хорошей новости. В Барнауле практически не осталось свободных коек в ковидных госпиталях. Пациентами занято уже 96% фонда. Такой информацией поделилась на оперативном городском штабе по борьбе с коронавирусом замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая. Прошлой осенью, во время второй волны ковид-19, заболеваемость была на 37% ниже, чем сейчас. С высочайшей нагрузкой работают и бригады скорой помощи. Ежедневно в Барнауле они обслуживают более 1300 вызовов при стандартной нагрузке 800-900 в крае. Эта цифра подходит к 4500 в сутки. В Бейске и в Барнауле возобновили работу волонтеров колл-центры. Студенты помогают сотрудникам Роспотребнадзора в так называемых эпидемиологических расследованиях, созваниваются с семьями, заболевших коронавирусом. Уточняют, условно говоря, с кем контактировали, то есть фиксируют текущее состояние, нахождение, потому что, опять же, из-за того, что накопился большой пул и вот эта отсрочка, к сожалению, есть вот такой вот некий аврал, когда человек уже в стационаре, а мы только там ищем вокруг контакта. Я думаю, эта история сейчас хотя бы частично разгрузится. Такой аврал возник из-за нехватки сотрудников Роспотребнадзора и резкого роста числа заболевших. Колл-центр в Краевой столице располагается на базе Центра гигиены и эпидемиологии 22 человека. Студенты медицинского колледжа работают здесь посменно. В Бийске помощь оказывают 16 человек из Гуманитарно-педагогического университета имени Шукшина. Говорят, горожане далеко не всегда рады звонкам и вопросам, причем люди разного возраста. Если в прошлом году, допустим, 64-го и по 70-й год, это были самые злые люди и как раз пик заболеваемости приходился на них, то в этом году, это уже 80-е и 90-е годы. Вирус молодеет, люди злеют. Но студенты готовы ко всему, даже совмещать работу с учебой. Кстати, в этом году обмен данными между Роспотребнадзором и Минздравом идет в цифровом формате, и поэтому он гораздо проще. Как нам сообщили представители ОНФ, колл-центры будут работать до момента, пока будут необходимы. Ситуация у нас в стране сейчас критическая, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что все-таки в любой ситуации нужно оставаться человеком и каким-либо образом помогать другим. А в Барнауле тем временем начал работать специальный пункт вакцинации от ковида для беременных и кормящих женщин. Прививали будущих мамы ранее. Так, в октябре Минздрав России разрешил вакцинировать беременных спутником ВИ. После чего около трехсот из них поспешили обезопасить себя и будущего ребенка. Однако большая часть, утверждают врачи, все еще избегает прививки. Анара Шагирова продолжит тему. Этому малышу нет и недели, но у него уже есть антитела. За счету от коронавируса, говорит мама, она обеспечила ребенку в последнюю неделю беременности. По рекомендации врача поставила первый компонент вакцины в поликлинике. Без переживаний тоже не обошлось. Понимала, ответственность двойная. И в то же время число ковид-зараженных изо дня в день бьет все рекорды. Я посоветовалась с мамой. Она говорит, что если врач говорит, что так и есть, тем более были печальные случаи, о которых не хочется зараспоминать, то мы решили воспользоваться этим, защитить и себя, и ребенка в дальнейшем тоже. Реакция на первый компонент была вполне предсказуема. К вечеру у беременной появилась невысокая температура, но на будущие роды и на плод это никак не повлияло. Между тем, рассказывают врачи, убедить беременных поставить прививку становится все сложнее. Хотя в каждой поликлинике по месту жительства есть прививочные пункты. Заразиться там, по уверениям врачей, риск минимальный. Но для особо опасливых появился еще один. Только для беременных или кормящих мам. Он находится в подразделении городского роддома номер два на Комсомольском проспекте. Врач обязательно посмотрит и скажет, можно в этот момент прививаться или нет. А так, беременность на сегодняшний день с 22 недель не является противопоказанием для прививки. Да, у беременной тоже могут быть общие противопоказания, типа респираторно-вирусной инфекции, какой-нибудь аллергической реакции. И в этом случае тогда действительно у нее будет медотвод, но на общих основаниях. По словам медиков, среди вакцинированных беременных в крае никто ковидом после прививки не заболел. В Минздраве утверждают, что после вакцины ни у одной из них не наблюдалось и осложнений, каких-либо побочных реакций, да и вообще безопасность прививки давно уже доказали мировые ученые. Перед этим они провели масштабное исследование женщин, которые заболели во время беременности, перенесли ковид. Их набралось около 10 тысяч. То есть большое исследование, проанализировали случаи, как протекала беременность. И вот беременность у них закончили в 25% случаев преждевременно с рождением недоношенных детей, что было связано со здоровьем женщины. Тем временем в СМИ обсуждается информация о том, что три беременных женщины умерли в ковидных госпиталях. Были ли среди них привитые официального ответа от Минздрава на этот вопрос, мы пока не дождались. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. И к другой теме. Алтайские блокадники получат по 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление о выплатах подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. На единовременное пособие в крае могут рассчитывать 157 ветеранов. Это те, кто награжден медалью за оборону Ленинграда. Обращаться за выплатой никуда не нужно. В ноябре одновременно с пенсии пенсионный фонд перечислит и эти средства. Порядка 200 школ края заявлены в программу капитального ремонта. Ее этим летом инициировал президент страны. Как подчеркнул глава комитета бюджетной политики АКЗС Антон Васильев, фактически в капремонте нуждается больше 400-500 школ края. Но реальные шансы есть примерно у половины, говорят власти. А дальше все будет зависеть от суммы, которую получит регион. Проблема изношенности школ сегодня стоит очень остро по всей стране. Так, в текущем ремонте нуждается 72% зданий, в капитальном 10% школ. И достаточно тех, что уже в аварийном состоянии. По госпрограмме в следующем году должны пройти проектные работы, но позже начаться строительные. Впервые в Алтайском крае прошли соревнования таксистов. Наш край уже запомнился чисто мужским составом участников. В Новосибирске, Москве или Санкт-Петербурге всегда есть хотя бы одна девочка. Так или иначе, наши парни тоже решили побороться и за 30 тысяч рублей, и за звание лучшего таксиста страны. Подробности у Анастасии Наборщиковой. Знали ли вы, что БИСК появился по указу Петра Первого, а семья Костылевых нашла на Алтай-Руду? Сегодня на эти вопросы отвечают шоферы и претенденты на звание лучшего таксиста России. Самый молодой в списке – Михаил Кузнецов. Раз, два, три, начинаем. За рулем парень шесть лет, в профессии три месяца. Его работа – это смена 12 часов и один выходной в неделю. В свои 24 нагрузку Миша выдерживает и называет себя добрым таксистом. Один раз, собственно, такого забрал мужчину, отвез его с космонавтов на Балтийскую. Он, типа, уснул, я его бужу. Я говорю, мужчина, вставайте. Он, типа, да-да-да. И взял, а у него денег не оказалось. Вот, и, ну, собственно, дается его бесплатно. Всего на региональном этапе три тура. Первый и второй – проверка знаний ПДД и истории края. Досмотр ведут инспекторы. Это безопасные водители? Есть, где много ошибок, есть, где нет вообще ошибок. То есть, пока нечто среднего нет. Будет, наверное, несколько ошибок. Ну, а так нормально. Я не подглядывал, просто смотрел, что стоял. У вас какой стаж работы? Ну, около 10 лет. И как, удачно? Как, в смысле, удачно? Ну, нет аварий, всегда довольны клиенты. Ну, клиентов довольны никогда не бывают. После двух туров водители выходят на автодром, где практически каждый шутит в прямом и переносном смысле, что здесь они на автомате. Четыре минуты, чтобы проехать русскую яму, сделать поворот на 90 градусов, параллельно припарковаться, въехать в бокс и проехать змейкой, не разлив ни капли. Мы можем наблюдать плавное маневрирование змейки. И совсем немножко остается до завершения. По итогу, ни капли за бортом. Сегодня водители продемонстрировали качество. А наш герой доказал свою конкурентноспособность. Выиграет ли? Пока не знаем. Главные конкуренты из Грозного и Санкт-Петербурга. Последние уже неоднократно становились лучшими таксистами страны. Но мы будем болеть, конечно, за нашего. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. И еще о соревнованиях на колесах. В преддверии Дня автомобильного работника на базе технического вуза прошли состязания по фигурному вождению. В них приняли участие три команды – факультетская, военного учебного центра и колледжа. Все заезды проходили на машинах отечественного производства, точнее, всем известном ВАЗе. Всего конкурсантам предстояло пройти пять испытаний. Лидерам необходимо было за короткое время проехать специальную трассу. Дальше задания на знание технического устройства автомобиля уже в командной работе участникам нужно было быстро заменить колесо. Участие в соревнованиях приняли и девушки. Им предстояло филигранно проехать круг почета и при этом не разлить воду из стакана, который стоял на крыше автомобилей. И еще один этап – с завязанными глазами найти свою машину среди чужих. Не только мастерство мы должны показывать, мы должны еще показывать и знания. Поэтому последним ключевым конкурсом будет этот конкурс – блиц-опрос на знания правил дорожного движения. Ну, на основании этого будем уже делать вывод, какая из команд нашего технического университета будет лучшей. В итоге победителями соревнований по фигурному вождению стала команда студентов факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта. Второй – результат у военного учебного центра. На третьем месте – ребята из технологического колледжа. На днях в барнаульском поселке Ягодный гулял Мишка. Этот факт немного напугал жителей края. Подобные случаи перестали быть редкостью. Ранее семья из трех косолапых зашла в гости на предприятие «Алтайкокс» в Заринске. По мнению экспертов, случай в Заринске – истечение обстоятельств. Хотя подобные вылазки для осени – не редкость. Обычно в это время медведица отправляет своих двух годовалых медвежат в жизнь. По неопытности молодняк выходит к людям. Чаще всего местом встречи становится помойка. Там, где есть запах белкового разложения. То есть падаль, которой и питается животное. В таких случаях стоит быть осторожным. Если медведь к подобному привыкнет, его приходы перестанут быть редкостью. По этой причине и происходит множество трагедий. Обычная ситуация, что чаще стали появляться около населенных пунктов, это связано с молодежью. Они начинают расселяться, еще не совсем умные такие. Поэтому появляются сами нередко. Но видят их следы. Обычно – о, медведь пришел. О, медведь. Ну, что с тобой медведь? В Государственном архиве края открылась выставка документов, репрессированных во время большого террора работников суда, прокуратуры, НКВД и партийных деятелей. На ней представлены личные дела, письма, протоколы, заседания, а также оперативные приказы и характеристики осужденных. Во второй половине 30-х годов основанием к аресту могло стать участие в царской армии, учеба в дореволюционные семинарии или родство с уже репрессированными. Но помимо политических мотивов, нередко люди попадали под трибунал из-за бытовые оплошности, к примеру, драку или случайно подожженный сток сена. Но и это еще не все причины. Могли быть какие-то личные неприязненные отношения между людьми, которые послужили. Иногда просто зависть, иногда вообще не было никаких причин. Но все обвинительные заключения содержали такие формулировки, как контрреволюционная деятельность. Всего по государственному приказу тогда еще на территории западно-сибирского края было необходимо осудить 17 тысяч человек. 5 тысяч из них расстрелять. И этот показатель был перевыполнен. Многие до сих пор остаются в списках политических преступников, а процесс реабилитации с каждым годом усложняется. Теперь это можно сделать лишь по запросу родственников. Лично ознакомиться с документами эпохи кровавого террора можно будет до сентября следующего года. И это важно сделать, отмечают в архиве, для того, чтобы не допустить даже мысли о возвращении политических репрессий. И к следующей теме. Сегодня 60 лет исполняется одному из самых необычных музеев в Барнауле. Он небольшой по площади, действует при школе, но его экспозиция включает больше 5000 экспонатов, свидетелей эпохи, по которой так скучают многие земляки. Музей о советском времени посетила наша съемочная группа. Попасть в советское кино, узнать, как жили деды и прадеды в СССР, а может побывать на поле боя Великой Отечественной войны. Обо всем этом может поведать музей, который официально носит скромное имя. Музей истории школы. Но на деле здесь богато представлена была эпоха. Его создатель, учитель истории Юрий Глик, был беззаветно предан своему детищу. А теперь его дело столь же предано продолжает другой педагог Олег Рыжиков. Гораздо интереснее посмотреть подлинник, нежели в интернете или в кинофильмах. Как мне многие говорят, что приходят к школам и как будто машину времени перенесли в советский период. Особенно старшее поколение ностальгически это все вспоминает. На таких счетах мы считали, на таких пластинки мы слушали. И сразу не смотрю, у них там появляются слезы иногда. На советский период выпала Великая война. Об этом времени особенно много экспонатов. Но есть и предметы быта товарищей, их труда и одежда того времени. Костюмчики, кстати, можно примерить. На мне надета форма Великой Отечественной войны. Она настоящая, за исключением наград. Они просто чисто символические. На мне винтовка Великой Отечественной войны. Она настоящая, но она не заряжена. То есть все просто как декор. Часть музейных экспонатов нашли поисковые отряды. А есть и предметы, которые подарили фронтовики и другие люди. Сохранить историю того времени помогают и 60 волонтеров. Дети с 5 по 11 класс. Все они в поисках новых экспонатов. А кто-то уже пробует себя в роли экскурсоводов. Говорят, это и в учебе помогает. Это интересно достаточно. Тем более я могу развить свою речь, могу подробнее описывать разные предметы. Я считаю, что нужно помнить нашу историю, что все должны это знать. И стараюсь это прививать остальным, показывая хороший пример. Торжества по случаю юбилея музея из-за эпидобстановки не будет. Но его руководитель и его юные воспитанники уверены, что примут не один десяток поздравлений от своих коллег и от неравнодушных к истории горожан. Общение по телефону и видеосвязи пока, к счастью, никто не ограничивает. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Совсем скоро узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза компании Валар. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных.